Приветствую всех зрителей моего канала. В этом видео мы попробуем поговорить на более сложную тему. Это касается ангельской расы и зверотропа. Значит, как у нас было здесь? Игдрасиль сам из зверотропы. И он был здесь на этапе только поиска людей своей же расы. То есть, да, здесь ситуация такая, что он этой ангельской расы и колет этой ангельской расы. Я не могу соотнести вам это сейчас с симфонией. Я просто вам хочу сказать, что вот этот сюжет, он не соотносится с симфонией, он соотносится с тем, что у нас известно про аэротропы. Суть в чем? Дюк к нам пришел, каким мы Дюка знаем реально. То есть, у него уже был Дэйн Номас. Но Дэйн Номас – это очень важный меч, который он забирает после определенных событий на Терко-Люмирес. И видите, что происходит? Они у нас в Люминасии идут родные, то есть из зверотропы, ангельская раса. А здесь у нас в нашем мире и сам Эгдрасиль, и Дюк, и вот это вот семя, которое он подсадил в нашего десендера, этот Эгдрасиль. Все это для нас является чужеродным. Все это из другого мира, как раз который, по словам Дюка, погиб в проекте «Эволюция». И Дюк конкретно у нас взъерошенный тут по пятам Эгдрасиля. Пытался не дать ему угробить здесь все, точно так же, как угробили его мир. То есть здесь сейчас игра начинается очень по-крупному. Кто такие ангелы во франшизе реально? Это, с одной стороны, проект эволюции, но изначально это все равно раса, самоспроектированная одна из рас Веротропы. То есть что Эгдрасиль, что Джудит, критийская раса, что Кратос, который человек, но все равно это человек, раса, которая спроектирована здесь. Да, это сейчас будет сложно, потому что, когда пришла сюда вот эта вот компания, они пришли в Эвенте без каких-либо объяснений, но Дюк-то пришел в сюжете. У нас сейчас нету точно даже информации, что вот этот Дюк знает его. Это может оказаться сложнее. Я очень боюсь, что в конце концов у нас окажется, что там зеркалится и на такие величины, как Дюк тоже. Но факт, у него дейномас. А это так просто уже не подвяжешь. Это очень особенный меч. И теперь встает вопрос. Если технология самообластий и эти ядра у нас были в люминасии, то что с этим мечом? То есть суть. Если ангельская раса изначально коренная в люминасии, и Юрия, кем бы он ни был, все равно наш из люминасии. И Дюк примчался сюда защищать наш мир, это Грасиля, при том, что мир им обоим тот другой был родной. И эта семечка оттуда. И сами видите, с этим семечком вообще разговор не ладится. То есть это просто инверсия миссии сендера и бесполезно. То есть они как-то программируются. Я не уверена, что само семечка можно здесь считать в перспективе просто еще одной личностью, с которой можно что-то нормальное в итоге развить. У нас это идет просто как инверсия ее миссии, как десендера. Дюк знал, что с этим делать. Дюк не поленился ее нам тут спасать. То есть он знал, что сделать и с десендером, и с этим семенем, и знал, чем опасен Эгдрасиль. Но у нас в люминасии это еще не было на такой стадии. Он был только на стадии сбора своих сторонников, исключительно своей ангельской расы. То есть, да, они хотели создать мир только для ангелов, потому что в люминасии очень много изначальных этих самоспроектированных рас, и была жуткая расовая вражда. Вот до того, как Лазарис проснулась, и у них начали появляться общие проблемы, с которыми надо решать, здесь была совершенно жуткая расовая вражда. Потому что расы не равны там, кто во что гораст себя проектировал. И это касается всего и физики, и психологии, естественно. Поэтому сейчас вопрос у нас даже стоит не кто Юрия, потому что Юрий хотя бы мы точно знаем, что есть родной сюда, в люминасию. Никто не говорит, что он сам относится к ангелесской расе, у нас мы этого не знаем, и там подводка под другое идет. Ядро возможно, но не сам. Он. И гораздо более интересный вопрос все-таки, кто Дюк и откуда. То есть сейчас у нас история семечка и дейномуса. Это вот то, за счет чего сейчас они могут удержать общий здесь интерес. Конечно, в оплату пойдет вся симфония, потому что она у нас, видите, здесь просто другая. Здесь и тем более в астерии. Не вписываются сюда именно материнки. И в материнках есть, скажем так, зацепки лорные, которые можно использовать, чтобы действительно это все было именно так. По астерии я уже говорила. Поскольку планета восстановлена Ориджином, который прибыл в Дерис Харлана, уже сразу ясно, что все, что происходит на астерии, это, в общем, что-то из рубрики «не здесь». То есть не то, про что у нас серия Tales of the World. И здесь как бы бесполезно уже спорить. Все кроссы, которые мы читаем, они так или иначе относятся к серии Tales of the World, то есть истории мира. А не отдельно взятых коллективов из очень сильно разнесенных по хронологии промежутков даже не времени, а у них просто есть определенные очень мощные артефакты и сущности, которые изменяют все до неузнаваемости. Поэтому сейчас нам очень важно понять, в каких отношениях находится Люминасия и мир, откуда прибыл Дюк в астерию, и в каких отношениях находится этот Дюк с нашим уважаемым гостем Стерка Люмерис. Сводить они все равно будут через вот это вот несчастье, но, может быть, все-таки не так суицидально, как это выглядит сейчас. Хотя, не знаю, не знаю. Ангельская раса – это очень сложный момент. Если они имеют в виду, что они при самопроектировании, в принципе, используют ядра, потому что Ильдрасиль, он же по-любому с ядром, его как бы по глазам видно, что он выеден. То есть, если у нас сейчас пойдет так, что ангельская раса по проекту – это реально подразумевается симбионт, если не сказать паразит внутри, то, значит, так тому и быть. Надеюсь, все готовы. Все готовы. Продолжение следует...